Раз-раз-раз, это Хардбас. Все в спортивках Адидас и на Найках пацаны слушают Хардбас басы. Во-хо-хо-хо. Всем привет, это Капитан Наташа, и по идее я должна была всех поздравить с прошедшими майскими праздниками, но походу я всех поздравляю только со вторым Новым Годом, ибо многие регионы сильно засыпало снегом и было просто аномально холодно для майских шашлыков. Но, согласитесь, всё равно в этом явлении есть что-то интересное и необычное, как, собственно, и в презентации Apple, на которой нас засыпали новыми гаджетами. О них уже рассказывал и Илья, и Валя, и вы можете посмотреть их обзоры на канале, а я, так сказать, подытожу. Во-первых, довольно быстро выяснилось, что в Великобритании и большей части Европы iPad Air и Pro 2024 года будут поставляться без блоков питания в коробке. Вероятнее всего, эта проблема затронет российских юзеров лишь отчасти, так как чаще всего технику Apple к нам завозят из Арабских Эмиратов. Во-вторых, зарядка не единственное, что уберут из коробки. В Купертино покусились на святое и исключили из комплекта стикеры в виде логотипа Apple. На оба этих ограничения компания решилась, конечно же, во имя экологии, а не потому, что зажали падла. С наклейками, кстати, полнейший маразм. Из коробок стикеры убрали, но заставили сотрудников Apple Store самостоятельно раздавать их каждому покупателю. Планшетов. Что? Дальше OLED-экран и прошек. Естественно, по мнению Apple, это лучший дисплей в мире, но вот незадача. Лучший дисплей в мире не поддерживает Always On Display. Дело в том, что новый iPad Pro не может опускать частоту обновления экрана ниже 10 Гц. Ну и самое вкусное M4. Оказалось, что в iPad Pro на 256 и 512 гигабайт стоит чип слабее, чем в версиях на 1 и 2 терабайта. Разница небольшая, всего в одно ядро CPU. В дешевых планшетах их 9, а в дорогих 10. И сразу скажу, на практике, вероятно, эта разница будет незаметна. Но все равно осадочек остался от того, что Apple умолчала об этом на презентации. Хотя не в первый и, очевидно, не в последний раз. Ну что ж, еще немного и мы самостоятельно сможем оценить очередной прорыв. Кстати, вам наверняка очень интересно, что же там с грядущей презентацией 16-го айфона. Мне тоже очень интересно. Так что поговорим про айфон 17. Нет, вам не послышалось, не успела выйти 16-ая модель, а инсайдеры уже забивают повестку слухами об айфоне 17. И больше всех в этом деле преуспевает известный китайский аналитик Джефф Пу. По его данным, в 2025 году Apple выпустит все еще 4 модели айфонов, но без версии плюсов. Предполагается, что ее заменит некий Slim, дескать, новинка, сохранит экран на 6,6 дюймов и при этом получит новый, более тонкий корпус. И это круто. Есть информация и про другие семнашки. Например, базовый Slim и Pro получат обновленный алюминиевый корпус. У Pro Max останется каркас из титана. Вместе с тем, у топового флагмана уменьшится размер Dynamic Island за счет переработки блока Face ID. В айфон 17 и 17 Slim за производительность будут отвечать А18 или А19, а также 8 гигабайт оперативной памяти. Под капотом прошика расположится А19 Pro и до 12 гигабайт оперативки. И последнее на текущий момент про айфон 26 года – это у всех моделей разрешение фронталки поднимется до 24 мегапикселей. Поговаривают, что качество станет настолько высоким, с такой нереальной глубиной резкости, что вы сможете отправить селфи своему психологу, и он сразу увидит ваши детские травмы. Ну и, конечно же, травмы от потери всех своих накоплений тоже будут очевидны всем. У меня пока психолога нет, но если айфон мини так и не возродится, мне придется его найти. Я никому не нужен. Ну, конечно, вы никому не нужны. А что вы должны быть нужны? Вы чувствуете ужас? Прекрасно. Ну и, конечно, если речь зашла уже про айфоны 17, то было бы совсем странно не поговорить про гибкий айфон. Потому что в глубине души все мечтают о гнущемся айфоне. Вы разве не мечтаете? А зря. Нужно это делать, как уже упомянутый инсайдер Джефф Пу. Он описал примерную дорожную карту Apple по устройствам с гибкими экранами. Расклад такой. Нечто с диагональю 23 дюйма может появиться на рынке уже в 25-м году. Под словом нечто подразумевается гибридное устройство неопознанного форм-фактора. Оно станет то ли складным айпэдом, то ли альтернативой макбуку. В общем, то, что это какая-то дичь, понятно уже сейчас. Что касается айфона, то тут уже попроще. Условный айфон флип выйдет в 26-м году. Apple сейчас экспериментирует с прототипами на 7,9 и 8,3 дюйма. Как бы там ни было, и планшет, и смартфон Apple будут позиционироваться как ультра-премиум устройство, за которое, очевидно, придется выложить немало баблишка. Ну, я надеюсь, вы поняли, как надо мечтать. Теперь вы можете стать инсайдерами и предсказывать гаджеты на 2-3 года вперед. Все равно потом никто не вспомнит, что вы там предсказали. А если вдруг сбудется, так вообще красота. Сможете всем говорить? Меня боги и аллахи выбрали, когда мне было почти 10 лет. Ну, да хватит про Apple. Не только она на этой неделе щеголяла новинками, потому что Google вот тоже выкатила новый Pixel 8a. Выкатила и сразу бросила под каток новостей про новые iPad, потому что зачем-то тоже решила порадовать публику 7 мая. Ну да ладно, к делу. Pixel 8a крутой. Google не стала полностью перелопачивать дизайн новинки, но отличить ее от 7a можно, причем довольно легко. Большую роль в этом сыграли сильные скругления углов корпуса. Мелочь, а узнаваемо. Ну и два новых цвета завезли. Так называемый алоэ и бэй. Если не выпендриваться, то зеленый и голубой. Характеристики Pixel 8a утекли сильно заранее, поэтому коротко пробегусь по основным пунктам. Экраном OLED, 120 Гц до 2000 нит яркости, производительность Tensor G3, плюс 8 гигабайт оперативной и 128 или 256 гигабайт встроенной памяти. Аккумулятор на 4500 мАч, а основные камеры как были, так и остались 64 и 13 мегапикселей. Благодаря Tensor G3 имеется поддержка всех актуальных ИИ-примочек. Цена от 500 баксов, то есть около 50 тысяч рублей. Выглядит он очень даже неплохо, и как будто бы даже обзорчик хочется на него сделать. Понятное дело, что у нас не очень много пиксиков, но если вам было бы интересно, то обязательно дайте мне знать в комментариях. В общем, пока пишите, я тем временем расскажу невероятную историю. Дело в том, что я знакома с парой пожилых собачников. Жена носит девичью фамилию Сорокина, но меня удивляет, почему она не взяла фамилию мужа. Он, между прочим, Воронин. Это реальная история, это не прикол. Но я это к чему? Телеканал СТС начал съемки нового ситкома «Костя Вера», спин-оффа популярного сериала «Воронины». По сюжету Костя и Вера переезжают в другую квартиру после смерти отца Веры и Николая Петровича и переезда мамы Галины Ивановны на дачу. Вместе с ними живут Леня, а еще Сергей. Он жених старшей дочери Воронинах Маши. И если вы еще не запутались, то суть в том, что главный герой начинает искать недостатки в будущем зяте. То есть теперь уже Костя войдет в амплуа воршливого родителя, который и то и дело критикует суженного своей дочери. Так, ну с Николаем Петровичем все понятно. К сожалению, актер, исполнявший его роль Борис Клюев, скончался. А вот судьба мамы Веры настораживает. Искренне надеюсь, что билет на дачу не был в один конец и мы ее в сериале обязательно увидим. Первый сезон Кости и Веры будет состоять из 17 эпизодов, а режиссур он проектом возглавил Артур Румынский, известный по работам над сериалами «Мама будет против», ну и, собственно, сами Воронины. Когда выйдет новое шоу, пока непонятно. Я сейчас поняла, что я настолько взрослая, что знаю о том, что сочетание Кости и Вера идет от сериала «Саша Таня». А Саша Таня, в свою очередь, идет от названия сериала «Саша плюс Маша», в котором, внимание, играл тот самый актер Георгий Дронов, игравший в сериале «Воронины». А еще фамилию Дронов носит певец под псевдонимом «Шаман», у которого в репертуаре есть песня, какая, все верно, «Черный ворон». Я просто вскрыла эту метавселенную, сучки. Но вы спросите меня после моего невероятного открытия, а что там насчет «Планеты обезьян»? Не переживайте, там тоже все в порядке. На Rotten Tomatoes у «Планеты обезьян» новое царство, 86% свежести, а на Metacritic 65 баллов из 100. Критики высоко оценили главного героя, молодого шимпанзо Ноя, роль которого исполнил Оуэн Тик и его путешествие с человеческой девушкой Мэй, сыгранной Фреей Аллен. Персонаж Ноя был назван запоминающимся и умным, а актерскую игру признали очень убедительной. Эффектные экшн-сцены и качественный CGI стали одним из главных козырей картины. Но, несмотря на это, некоторые также отметили несколько недостатков, таких как растянутый хронометраж, например, предсказуемый сюжет и отсутствие эмоционального напряжения по сравнению с предыдущей трилогией. В зарубежных кинотеатрах фильм начали показывать 10 мая, но про релиз в России пока, увы, ничего не слышно. А если ничего не слышно от российских кинотеатров, я начинаю кое-что слышать там, вдали. А-а-а, да неужели? А вот следующий фильм пиратить не придется, его будут показывать в IMAX, и совершенно точно вам нужно будет пойти в IMAX, потому что там будет Макс, безумный Макс. Да почти. Компания Warner Brothers Pictures представила свежий трейлер постапокалиптического боевика Фуриоса, хроники Безумного Макса. Ай, твою мать! Это, напомню, приквел Безумного Макса «Дорога ярости» с Томом Харди в главной роли, который вышел в 2015 году. Господи, как давно! Постановщиком приквела вновь выступил Джордж Миллер. Он же с ником Латурисом написал сценарий. И новый трейлер наконец-то показал, что Фуриоса достойный продолжатель франшизы. Пустыня, гонки, какие-то уродцы, взрывы, пуф-паф-пиф-паф, огонь во всех смыслах. Именно такое продолжение «Дороги ярости» мы и ждем. Однако мне немного грустно, что в трейлере не видно ни Тома Харди, ни Шарлиз Террен. Да, Аня Тейлор Джой тоже хороша, но Шарлиз Безмолос все-таки была лучше. В любом случае ждем, благо томиться осталось недолго. В мире премьера состоится уже 24 мая. А вообще, сейчас бы побриться и уехать в пустыню катать на кибертраке, а не вот это все. Хотя, наверное, мне не пойдет быть лысый. Да и кибертрак мне не подходит. Все-таки для него нужны более грубые руки. Так, ну раз про лысых поговорили, давайте теперь про пушистых. Ну или почти пушистых. Лего представила финальный дизайн набора, из которого можно собрать кота. Да, я уже говорила про его разработку, но не могу пройти мимо. Извините мне мою слабость. Но вам точно понравится. Просто посмотрите, как у него крутится голова. Это невероятно! Он натурального размера и отлично впишется в квартиру к аллергикам. В набор войдут 1700 деталей, а в продаже появится он уже в июне по цене 100 долларов, то есть в районе 10 тысяч рублей. Достать его, вероятно, будет непросто, но того, у кого есть реальная цель, остановить очень сложно. Однако, если не получится с котом, не отчаивайтесь, в России запускают новый отечественный бренд конструкторов, который вроде как должен составить конкуренцию Лего на нашем рынке. Называется он Рубрик или Рубрик, однако, как на этот стартап не погляди, сомнительным он быть не перестает. И, ладно, название, это дело вкуса. Странным кажется даже темой для первой серии наборов. Сериал беспринципный от Кинопоиска. Говорят, с сериалом-то все в порядке, я сама просто не смотрела, но он вроде как 18+, а конструктор, который метит вместо Лего, по логике, должен быть детским или хотя бы нейтральным. Да и потом, беспринципных нет ни роботов, ни супергероев, ни даже инопланетян. Какой образ из сериала можно повторить в конструкторе, чтобы не было скучно? Я решительно не понимаю. Ну, ладно, как говорится, поживем и видим, и через месяц забудем. Главное, не забыть про кота и отправить его в желаемое. Кто знает, может быть, какой-нибудь ловкий человек привезет к нам пару штук. Я тогда цапцаряп. Следующие вещи я, конечно, в желаемое не добавлю, но не потому, что не хочу, а потому, что точно не куплю, и на это слишком много причин. Volkswagen представила новый кемпер Калифорния 2024, проще говоря, дом на колесах. Новинка построена на базе Multivan T7, но она побольше и, следовательно, попросторнее оригинала. Для европейского рынка доступно пять комплектаций. Beach, Beach Tour, Beach Camper, Cost and Ocean. У каждой есть палатка на крыше и раздвижные двери с обеих сторон. На смену заднему дивану салона пришли отдельные кресла. Они выдвигаются вперед и образуют двуспальную кровать. Разные версии получили разные варианты кухонь. В версиях Cost и Ocean она стационарная. На борту газовая плита с одной комфоркой, раковиной и шкафчик. В других комплектациях доступна выдвижная кухня с газовой плитой и ящиками для хранения утвари. Для дополнительного комфорта в салоне есть несколько портов USB-C, выдающих 45 ватт. Отдельно подчеркну, что в самой дорогой версии имеется подогрев передних сидений. Ничего себе! Более мощная печка, розетки на 230 вольт, резервуар для пресной воды и много других полезных для жизни примочек. Цены пока что не раскрываются, и да бог с ними, у нас же есть тележка из Ашана. А вообще, ну да, прикольный дом на колесах, как и много других домов, которые никогда к нам в Россию не приедут, так как мы с вами любим жить в чиновенниках. И не это самое. Я только вас об одном прошу. Не бросайте мусор из окон. Я, кстати, серьезно. И вообще, мусор не бросайте. Реально, х**али, х**ка? Донеси до помойки или кинь себе в кровать и обжимайся по ночам с этой горбушкой. Глубям она не нужна. Ты про людей на лавках? Которые семки грызут и выкидывают очистки потом на пол. Вот это то же самое. Сидит чувак рядом с помойкой, грызет семки и себе под ноги бросает. Ну блин, у тебя рядом помойка. Ну вот ты погрыз, это выкинь мне в помойку. В чем проблема? Я реально считаю, что за это надо вводить штрафы и как-то контролировать. Но вместо этого президент издал указ, в котором поручил правительство разработать механизм контроля за рынком видеоигр. Согласно документу, предложенная система позволит исключить на территории страны распространение игр, в которых создается искаженное представление об исторических событиях или роли России в мире. В целом, посылы и его причины ясны. Да и примеры аналогичных государственных фильтров в мире тоже есть. Это Китай, например. Бояться тоже вроде бы нечего. Разработчики особо не стремятся очернить образ России в своих проектах. Но вопрос в том, как указ интерпретируют чиновники и какие меры они предложат. Искренне хочется верить, что обойдется без жести и мы не утратим возможность выбирать что-то, кроме смуты, атомик хард и русов против ящеров. Покорить вам землю великих рус. Ну, а под конец у меня будет загадка для всех любителей Илона Маска и Цума Недели. Как думаете, что получится, если соединить вот эти два понятия? Очевидно, получится стайл. Компания SpaceX представила скафандры для внекорабельной деятельности Ева. Они будут использоваться для первого в истории выхода в открытый космос с корабля Crew Dragon. Скафандры были разработаны на основе уже используемых при проведении пилотируемых миссий, но получили многочисленные улучшения. Например, инженеры SpaceX улучшили конструкцию подвижных частей скафандра и терморегуляцию, а также модернизировали шлем. В последнем случае в Москву был интегрирован проекционный дисплей, на котором отображается информация о запасе кислорода и не только. Первый выход в открытый космос в новом облачении состоится во время миссии Polaris Dawn, которая является частью программы Polaris, спонсируемой миллиардером Джаредом Айзекманом. Четверо членов экипажа отправятся в туристический полет, где и планируют провести выход в открытый космос. SpaceX планирует отправить экипаж уже в начале лета, совсем скоро. Я же сказала, что это стиль. А теперь взгляните на скафандры любой другой космической компании и осознайте, что на фоне этой красоты они выглядят как скуфандры. Жаль только, что купить нельзя, можно было бы в очередную волну коронавируса ходить на стиле. Кстати, кто-нибудь помнит вообще, что был такой коронавирус? Или только я про него помню и про сериал Саша плюс Маша? Они, кстати, в сериале все время уплетали салатик оливье и я решила тоже на обед себе заказать такой же салатик, так что у меня сегодня будет прямо, знаете, мазик. А что ели вы во время просмотра обязательно пишите в комментариях. Ну и, конечно же, не забывайте про лайки. Я вас всех целую. Всем пока.